Вот-вот начнутся зимние каникулы. Организации культуры и спорта муниципалитетов для взрослых и детей готовят различные программы. Моя собеседница Любовь Полякова, заместитель главы Заводоковского городского округа. Любовь Николаевна, здравствуйте. Расскажите, чем ваши специалисты порадуют жителей округа в предновогодние дни, ну и, конечно же, в новогодние праздники? Новый год — это праздник, в преддверии которого очень часто можно услышать, что-то нет новогоднего настроения. Я считаю, что так говорить, во-первых, неправильно, во-вторых, так даже думать нельзя, потому что Новый год — это тот праздник, который создаёт атмосферу тепла, уюта, волшебства и веры в чудо. И поэтому мы постарались, чтобы вот эта праздничная атмосфера была создана и в нашем округе. Для этого мы решили стартовать 25 числа с открытия новогодней ёлки на главной площади. Это будет замечательный праздник и пройдёт он в прямом эфире. К сожалению или к счастью, но мы вот в таком случае осваиваем такие дистанционные технологии, и поэтому наши сотрудники шутят, что у нас задача будет не хуже, чем у Первого канала. И поэтому приглашаем всех на открытие ёлки на главной площади 25 числа в прямом эфире. И открытие пойдёт на главной площади, на которой уже сейчас завершаются работы по установке ледового городка. Уже можно увидеть очертания горки, очертания сказочной кареты. И, конечно же, новинкой этого года у нас будет резиденция Деда Мороза. Резиденция начнёт работать 26 декабря и будут работать все новогодние рождественские каникулы. И, конечно же, мы ждём не только ребят, которые действительно верят в чудо и хотят прошептать своё желание на ушко Деду Морозу. Конечно, мы ждём всех взрослых. И сейчас приветствуется формат посещения мероприятий семьями. То есть, да, Новый год – это семейный праздник, и когда приходит семья, нам легче и работать, и, наверное, мы соблюдаем санитарно-ограничительные меры. Вот гораздо проще нам их соблюдать. Соблюдаем, конечно же, социальную дистанцию. Кроме этого, у нас во всех сельских клубах запланированы мероприятия, как обычно были на Новый год. Единственное, что мы подчёркиваем сейчас – мы все наши интересные задумки перенесли на свежий воздух. С одной стороны, это очень здорово, что праздник и каникулы у детей пройдут на свежем воздухе. Ну а там, на свежем воздухе, у нас традиционные зимние забавы. Катание с горок, катание на санках, конечно, катание на коньках. Сейчас в городе действует два катка. Один каток на территории детской спортивной школы, за линейной частью города. А второй каток также на территории спортшколы, но уже в микрорайоне Сельмаш. Поэтому есть возможность населению в шаговой доступности попасть на каток. И также сейчас завершаются работы по заливке горок. У нас приблизительно около 10 горок будут на территории города. И в каждом населённом пункте, и на территории школ, детских садов, и просто на территории населённого пункта также будут горки. Мы понимаем, что праздник должен пройти интересно и качественно. Ну а для этого, конечно, кроме того, что Дед Мороз и Снегурочка будут присутствовать у нас на главной площади, они поедут по дворам. В этом году у нас такой формат. Дед Мороз поедет в каждый двор. И он поедет не просто веселить и поздравлять ребят, но также развозить подарки. В этом году около 3000 подарков предназначаются для того, чтобы вручить детям. Причём вручить их адресно, если ранее такие подарки мы вручали на ёлках главы, других массовых утренниках и праздниках, то теперь вот мы поедем действительно раздавать их буквально каждому адресно. И для этого Деду Морозу и Снегурочке, конечно, требуются помощники. Эти помощники у нас приглашаются как и добровольцы-волонтёры, так и другие должностные лица. Ну, конечно же, я сама тоже хочу попробовать себя в роли, пусть не Деда Мороза, но Снегурочки. И также вручить подарок, подарить праздник новогоднее настроение маленькому человечку. Самое интересное, что в этом году ёлка – это место, где встречается всё население от мала до велика, потому что хороводы водить, в принципе, по большому счёту нельзя. Но если мы собираемся на улицу, то, конечно, у нас уличные мероприятия. Следует также отмечить, что у нас в территориях подключились очень активно к раздаче подарков, я уже говорила, волонтёры и в том числе главы сельских администраций. Вместе с Дедом Морозом, со Снегурочкой, со сказочными героями вот такой вот новогодний санный кортеж шествует по улицам села, конечно, создаёт новогоднее настроение всем жителям. После Нового года мы приглашаем абсолютно всех сделать такие семейные туры в наши дома культуры. Потому что особенно креативно мы подошли к оформлению фотозон. И планируем, что семья будет приходить, мы будем фотографировать, ну, конечно, какое-то время уделять, потом обрабатывать полностью всё помещение и приглашать других людей. То есть вот планируем такой вот поток. Дома культуры и школы, они будут открыты. А в школах мы также делаем акцент на улицу. Будет на школьных дворах поточно, классами запланированы мероприятия. То есть я думаю, что будет весело, интересно, а самое главное по-новогоднему и зажигательно. Пока не наступили зимние каникулы. Дистанционная форма частично действует в школах из Вдуковского городского округа. Вот скажите, пожалуйста, насколько сложно или просто ваши учебные заведения перешли на удалёнку и как к ней относятся учителя, родители, ну и непосредственно сами ученики? Ну, по этому поводу можно сказать, что самые сложные месяцы – это были весенние месяцы, когда мы только опробировали форматы дистанционных технологий. Апрель-май действительно – это месяцы, когда нам пришлось продумывать, каким образом лучше выходить на связь, какую платформу использовать для того, чтобы провести урок в онлайн-формате. Ну, а сейчас, мне кажется, уже мы настолько свыклись с тем, что мы умеем в этом работать, что мы сейчас ждём выхода с такого дистанционного формата. Опять же, сейчас немножко проще, наверное, потому, что в течение лета и осени всё равно приобретались дополнительные ноутбуки, планшеты. Тем детям, в семьях которых не было вообще никакой компьютерной техники, даже школы помогали, выдавая из тех запасов техники, которые есть в школах, пусть не новую технику, но ту технику, которая была достаточна для того, чтобы можно было выполнить домашнее задание и отправить посредством электронной почты своему классному руководителю, учителю-предметнику для проверки. Сейчас мы даже в рамках новогодней акции запланировали и приобрели 25 планшетов, которые глава округа Аслана Анатольевна Косенова будет вручать детям из многодетных семей и детям-инвалидам для того, чтобы улучшить их условия вот такого вот обучения. Но подчеркну, что у нас уже на сельских территориях ребята учатся в очном формате с 1 по 11 класс, но от в городе пока мы учимся только с 1 по 5 и вышли на учебу 11 классы. С 6 по 10 класс ребята дома, но это уже как раз та категория детей, которая с компьютером на «ты», поэтому сложностей в обучении нет. Может быть, не совсем у нас довольны учителя качеством преподавания предметов, потому что вживую все равно гораздо качественнее идет процесс обучения. Но, по крайней мере, мы надеемся, что после Нового года мы все это наверстаем. В этом году в школы и детсад приехали молодые специалисты. Вот, Любовь Николаевна, расскажите, кто они и есть ли еще вакансии в образовании? Это отдельный повод для радости, потому что в этом году у нас действительно много молодых специалистов приехали в наши школы. 18 молодых педагогов пополнили ряды учителей. И еще 5 выпускников нашей детской школы искусств вернулись на территорию округа и стали преподавателями ДШИ. Это вообще отдельная благодарность нашим выпускникам за то, что они возвращаются на родную землю. Ну и мы стараемся все равно создавать все условия, потому что те выпускники, которые не проживают на территории нашего округа и приезжают для того, чтобы работать, они имеют возможность получить служебное жилье. И поэтому мы, конечно же, понимаем, что мы не закрыли приезда молодых педагогов все вакансии. Иногда нам требуются и учителя, и стажисты, которые приезжают к нам с других регионов. Мы их тоже рады видеть и тоже готовы предоставлять им служебное жилье. Ну а сейчас из тех, кто приехал, у нас больше всех почему-то получилось учителей начальных классов. Есть учителя истории, физики, русского языка. Ну и как всегда, как всегда, мы ждем еще к нам в школы учителей математики, физики, иностранного языка, русского языка. Иногда учителя болеют раньше, чем мы планировали, уходят на заслуженный отдых. Ну а иногда действительно мы, по крайней мере, пусть и по чуть-чуть, но все-таки прирастаем населением округа. И поэтому, да, в школах есть вакансии. Ну и еще, наверное, не получается потому, что некоторые учителя у нас работают с большим перегрузом. Более 30 часов идут. Если мы разгрузим всех учителей, то, конечно, рабочие места у нас появятся для других выпускников вузов. Поэтому мы ждем вас, молодые люди, приезжайте к нам. Ваш краеведческий музей переехал в новое здание. Готовятся ли какие-то дополнительные экспозиции или, может быть, новые программы? Да, музей действительно переехал весной этого года в новое здание. И отрадно то, что это здание – часть исторического ансамбля, расположенного в районе железнодорожного вокзала. Здание ранее было простым хозяйственным зданием, которое использовалось в железнодорожной станции. Но, тем не менее, сейчас очень значимо получается объединение туристических маршрутов в нашем городе. Ну, наверное, мы не совсем та территория, которая может похвастаться сохранившимися особняками, дворцами, знатными историческими местами, которые реально можно посмотреть и даже пощупать. У нас, к сожалению, сложилось так, что во времена Гражданской войны, Великой Отечественной войны, ну, наверное, не возводились такие крепкие каменные здания, которые бы жили до сих пор. Но у нас сохранилась память о тех событиях, которые проходили здесь. И мы гордимся тем, что помним о боях Гражданской войны, которые проходили, и о героях этой войны. Сохранилось достаточно много захоронений на территории округа. И эту всю работу у нас продолжает музей по сохранению этой памяти. У нас во времена Великой Отечественной войны был эвакуирован сюда авиационный завод. И поэтому завод Уковск по праву может заявить, что мы родина реактивного самолета. У нас есть много других важных, значимых достижений. И, конечно же, всю научную работу по сохранению историко-краеведческого наследия проводит музей. Сейчас мы приглашаем всех на пять новых маршрутов. Конечно, это маршруты и по самому городу, и по территории округа. Один из них даже есть маршрут 18+, называется «Три века сибирского винокурения». Поэтому, да, конечно, в новом здании у нас развернуты новые экспозиции. У нас новое оборудование, новые выставки. У нас достаточно большой музейный фонд. Поэтому мы с радостью будем ждать наплыва туристов в наш город. И всегда будем рады их встречать. Есть такая небольшая фишка у нас, которую мы хотели бы сделать событийным туризмом. А именно, все-таки, мы в этом году не смогли провести пряничный фестиваль, который планировали в силу санитарно-эпидемиологической обстановки. Но Калмаковский пряник, наверное, это тот фестиваль, который может объединить не только жителей нашего муниципалитета, но и стать межмуниципальным праздником. Ну а событийный туризм – это то будущее, на которое и рассчитывает наш Заводоковский кровеческий музей. Спасибо, Любовь Николаевна. Вас с наступающим Новым годом и удачи! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова